Всем привет дорогие друзья, с вами Рикда Бест, и сейчас мы погрузимся в императорскую битву между тремя очень крупными семьями БРР, М44 и КВ. Да, это одна из немногих битв, где участвовало сразу три стороны. Последний раз такое было больше года назад, после чего мы наблюдали столкновение только двух крупных семей, М44 и союза Sky, LH и КВ. От всей этой огромной лиги они выдвигали только одного ставленника, и в этот раз исключения не было. Их ставленником стал КВЧНЕ. На его стороне очень большое количество сборов, но и также они посадили примерно трех человек, которые помогали КВЧНЕ выбивать нашего ставленника в соло. Они залетали очень часто, ну и сидеть кэш-кэшу поначалу вообще не давали. Что касается третьей стороны, так это были англичане. Их не часто приходилось видеть на императорских битвах раньше, но сейчас они собрались, выиграли две баронские битвы, и их ставленником стал лидер гильдии БРР, Сугар Уэй. На их стороне было примерно 10 сборов, и они также посадили двух игроков, которые помогали выбивать противников соло. Честно сказать, шансов на победу гильдии БРР было довольно мало. Сказывалась нехватка опыта войны на императорских битвах. Гильдия БРР участвует в таком формате впервые. За последний год очень сильно изменился контент подобных битв. Просто так здесь не победить, нужна определенная сноровка. И КВЧНЕ, и Кашкэш воюют просто офигенно, и с ними справиться, конечно, будет сложно, особенно если ты участвуешь на этой битве в первый раз. Конечно, нужно практиковаться, и англичане это прекрасно понимают. Только здесь, на императорской битве, можно получить тот бесценный опыт. С начала битвы прошло уже две минуты, и пока что никому не удалось прикрепиться в башне императора. Ставленники стоят хрен знает где, вы просто посмотрите на этого Кэшкэша. Он встал, там не знаю, в двадцатом ряду. Вот он под титулом барона, 18 миллиардов силы. Его проатаковали фамильярами, теперь он очень медленно передвигается, но что-то пытается сделать. Этой атакой пробить не удалось, ну и конечно, нужно как можно быстрее менять позицию на более выгодную. Желательно первый или второй ряд. С третьим-четвертым Каши уже не сваришь. Если ставники противника займут выгодную позицию, то из четвертого ряда выиграть уже не получится. Это прекрасно продемонстрировала нам прошлая битва. Из четвертого ряда приходится использовать большое количество тапок, ну и ты всегда идешь на шаг позади противника. Поменяться местами с союзниками в переднем ряду не так уж и просто. Конкуренция за каждую клетку очень большая. И вот смотрите, улетает замок, и это место сразу пытаются занять. В этот раз повезло игроку из гильдии КДБ, это гильдия Кашкэша. Хорошо, может быть чуть позже Кашкэш попытается с ним поменяться местами. Ну а пока что прошло уже 10 минут, и что-то как-то никто перекрепиться не успел. КВЧНЕ занимает очень хорошую позицию, вы просто посмотрите. Это идеальное место, с него идти ближе всего. Ну а тем временем Кашкэш тоже прилетает в передний ряд, правда у него позиция чуть менее выгодна. Отсюда идти подольше, но тем не менее это гораздо лучше, чем было до этого. Выходит две одновременные соло-атаки, и от Кашкэша, и от КВЧНЕ. Но получается так, что Кашкэш залетает первым, он кого-то там выбил, и после чего КВЧНЕ красиво залетает, выбивает и успевает перекрепиться. Вы посмотрите. Его успевают перекрепить, это случилось в первый раз за эти 10 минут. И пока что КВЧНЕ по времени лидирует. Сбор выходит слишком поздно, далее просидеть КВЧНЕ секунд 20. Это в таких условиях очень сильно решает, потому что потом разница может быть не в минутах, а вообще в секундах. Такое было несколько раз на баронских битвах. Но сейчас императорская битва длится всего лишь 8 часов, это меньше, чем было до этого. После обновления сократили императорскую битву на 4 часа. То есть императорская как две баронки. И здесь за каждую секунду нужно бороться. Опять освобождается хорошее место в первом ряду, его занимает игрок из гильдии БРР. Но их ставника пока что в ближайшем окружении не видно. Он где-то там в четвертом или пятом ряду стоит и периодически отправляет свои соло-атаки. В этой битве почти все зависит от ставника и от быстрого перекрепа. Хотя в таких условиях перекрепить практически невозможно, потому что воюют три стороны и соло-атаки залетают слишком часто. С каждой из сторон примерно по три игрока залетают в соло. У нас это Кэш-Кэш, Файжан и Гуанрен. Хотя Гуанрен залетал очень редко, он фокусил только к ВЧНЕ. В принципе это довольно правильно. То есть фокусить нужно того, кто сидел дольше всех. Об этом тоже должны думать англичане, если они хотят выиграть. То есть им выгоднее сейчас фокусить именно КВЧНЕ. Но они атакуют рандомно, нам это вообще никак не помогает. И вот сейчас КВЧНЕ вроде бы снова успевает перекрепиться, но его выбивают в соло. Да, это похоже самая кровопролитная императорская битва за всю историю игры Lords Mobile. Войск было слито хреново туча, особенно у тех, кто выбивает в соло. У КВЧНЕ был 21 миллиард силы, у Кэш-Кэша 18, а у Щугар Вей 15. Потом посмотрим сколько силы у них останется под конец. Распускается сбор гильдии КВ-1, для них не очень удачно. Залетает туда Кэш-Кэш, его сразу выбивают, просто душат, не дают ему посидеть даже секунды. Он снова влетает, пошли соло-атаки, и Кэш-Кэша тут конечно перекрепить опять же не успевают, это сделать невозможно. Файжан спешит на помощь, кого-то он выбил, и снова сидит Кэш-Кэш. Опять 2 секунды. Определенно КВЧНЕ вырывается вперед, и с таким успехом догнать его будет крайне сложно. Но Кэш-Кэш пытается. Очередная соло-атака, но в нее влетает сбор. Опять Кэш-Кэшу просидеть тут вообще не дали. ЧНЕ воюет очень грамотно, он выходит и ждет, когда первым зайдет Кэш-Кэш. И вот только после этого он ускоряет свою атаку. Снова он в ците, успевает перекрепиться уже третий раз. Как же красиво они играют. Не оставляют никому шансов. КВЧНЕ пересидел уже всех довольно неплохо. Переносимся на час позже. Это уже прошло примерно 2 часа с начала императорской битвы. Все то же самое. Выбивают друг друга в соло, но теперь англичане воюют активнее. Их ставленник встал в передний ряд, вон он стоит наверху, с титулом барона Шугар Вэй. Теперь он атакует чаще, не давая КВЧНЕ перекрепляться. Ударяет один из немногих наших сборов, гильдии КДА. Да, я решил перейти в гильдию КДА, потому что в БФП сборщика по сути-то и не было. Файжан помогал Кэш-Кэшу выбивать в соло. Поэтому я здесь. Это была Кава против Кавы, но наш сборщик немножко послабее. У него стоят барабаны, а у противника украшение чемпиона. Но потерь у нас не намного больше, чем у противника. КВЧНЕ не отхиливает Больки, отправляет по 375 тысяч Т4 войск. За все время битвы КВЧНЕ потерял гораздо больше, чем Кэш-Кэш, на 5 миллиардов силы. Похоже, больницы он вообще не лечил, или же делал это крайне редко. Залетает очередная атака от КВЧНЕ. Кэш-Кэш смог пробить, но там уже идет Шугар Вей. И так постоянно. Все друг друга выбивают, сменяют, то соло-атаками, то сборами. И к этому моменту я уже немного устал. Было 4 часа по московскому времени. Очень поздно, и в итоге я пошел спать до полдевятого, чтобы посмотреть последние полтора часа императорской битвы. Вдруг что-нибудь изменится. И действительно, так собственно и произошло. Кэш-Кэша как будто подменили. Причем в хорошем смысле этого слова. Вы просто посмотрите за его игрой. Он залетает своей соло-атакой, его выбивают, и в этот же момент он посылает свой следующий марш. Кэш-Кэша прогоняет противника, его снова выбили, и опять выходит следующая атака. Она уже летит на ботинках, пробивает Шугар Вея. Затем Кэш-Кэша снова сносит в несколько соло-атак, но он не останавливается. Ускоряется и снова в ците. Шугар Вей пытается пробил, кавычин Е, и Кэш-Кэш опять летит. Удар, и на этом все. Противники закончились. Они не успевают так быстро выходить, и Кэш-Кэша моментально перекрепляют. Теперь в соло уже выбить не удастся. Нужно выпускать сбор. Конечно, этот сбор выходит, Кэш-Кэш перед ним распускается, чтобы союзники не пострадали, ну и сбор залетает на коврах в пустую циту. Затем его накрывает союзный сбор контртипом. Здесь было очень больно. И дальше Кэш-Кэш опять пытался залететь в соло, понял, что не удастся, развернул свою атаку и посылает следующую. Успех пробил. Удастся ли ему сейчас перекрепиться? Нет. Накрывают сбором, впускают после себя кавычин Е, ну и Кэш-Кэш опять тут как тут. Он влетает, но не пробил. Окей. Идет следующий марш. Он успевает послать две атаки, пока Кэш-Кэш не успевает перекрепиться. Как это возможно, я не представляю. Это просто взрыв мозга. Заметьте, уже не воюет ни Файжан, ни Гуан Рен. Кэш-Кэш справляется в соло. Против всей вот этой вот толпы. Его накрывают там по две, по три, по четыре атаки. Выбивают, но Кэш-Кэш не сдается. Снова Кэш-Кэш внутри, и Кэш-Кэш опять же залетает после него. Даже секунды он не дал просидеть вставнику противника. Как же быстро они друг друга сменяют. Следующий марш, удар, и Кэш-Кэш опять выиграл. Кавычин Е не справляется, хотя у него позиция гораздо выгоднее, и ему помогает в данный момент два игрока. Они пытаются выбить в соло. Но их переигрывает один человек. И Кавычин Е уже не ускоряется. Он не пытается выбить англичан, он ждет, когда Кэш-Кэш залетит первым. Потому что Кавычин Е понимает, что ситуация хреновая. Ему нужно будет играть чисто под Кэш-Кэша. По-другому выбить просто не удастся. Но Кэш-Кэш опять залетает после удара противника. Через секунду. Просто проходит две секунды, Кэш-Кэш снова внутри. Он перекрепляется полностью, и требуется сбор, который уже летит на коврах. Причем даже два одновременных сбора. Они столкнулись друг с другом, и фрагов так и не набили. Секунда прошла. Кэш-Кэш снова сидит внутри. Его моментально перекрепили. Все, полный креп, ребят. Как это выбить в соло? Не получится. Нужен сбор. Сбор потихонечку идет. И Кэш-Кэш сидит. Секунды капают. А Кавычин Е где-то в пути. Так быстро у него воевать не получается. А Кэш-Кэш тем временем отправляет атаки со смайликами на Скай Ерджу. Он даже это успевает делать. Параллельно атакуя базу в соло. Немыслимо. Я вот не знаю, как это может делать один человек на одном аккаунте. Как? Это невообразимо. Такой скорости я еще нигде ни у кого не видел. И смотрите, как красиво он сыграл сейчас. Вышел и не ускоряется. Ждет, когда Кавычин Е столкнется с Сугар Уэем. Так и происходит. Кэш-Кэш залетает третьим. И сейчас у него есть время, чтобы перекрепиться. Перекрепиться он успевает. Но, к сожалению, здесь недалеко был сбор. Но это не проблема. Через секунду выходит следующая атака. Но она пробить не смогла. Опять небольшая пауза. Внутри циты сидит англичанин. Это не критично. Наши конкуренты это КВ. В частности, КВ Чин Е. Все работают только под него. Файжан по-прежнему АФК. И понимает, что Кэш-Кэшу помощь не нужна. Он снова успел перекрепиться. До конца битвы остается менее часа. И Кэш-Кэш просто доминирует. Не оставляет никаких шансов своим противникам. Снова перекрепился. Мгновенно. Ну и требуется сбор, который сейчас выйдет на коврах. За секунду до удара сбора Кэш-Кэш выходит. После чего отправляется следующая соло-атака. Потихонечку идет в сторону циты. Не ускоряется. А возвраты он ускорять успевает. Делает это периодически. Следующая соло-атака дает возможность Кэш-Кэшу перекрепиться. Ее пробить не успели. Пока КВ Чин Е шел, уже набрали почти полный креп. Снова требуется сбор. Ну и все. Исход битвы предрешен. Понятно, кто выиграет. Тут реально просто в одну калитку последние три часа Кэш-Кэш разваливал и КВ Чин Е, и Шугар Уэя. Это наша первая победа на императорской битве за последние полгода. Нам наконец-таки удалось сломить численный перевес противника. Кэш-Кэш сделал невозможное. По большей части, победа зависела только от него. Ну а теперь мои поздравления. Он стал императором второй раз. Получил императорский меч, ну и конечно покрасил его в оранжевый цвет. И Кэш-Кэш, и Файжан, и наверняка КВ Чин Е уже давно покрасили все свои сеты камней, которые покупаются в лавке. 10% атаки и 10% ОЗ. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр ролика. Если вам понравилось, то поставьте лайк, и не забудьте подписаться на канал. Всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok